Всем привет и слава Украине. Передача новости из Кавказа продолжает свою работу. С вами я, Гелла Васадзе, и сегодня у нас на связи хорошо знакомый и любимый вами Георгий Мчедвишвили. Приветствую, Георгий, рад тебя видеть. Добрый вечер. Героям слава, приветствую слушателей. Георгий, программа называется «Дипломатия», поэтому начнем с самого крупного дипломатического события, которое буквально было вчера. Это встреча глав МИД стран G7 в непроизносимом по названию городе, который я даже не рискую произнести. Так вот, главное то, что они согласились сохранять санкции против России и продолжать поддержку Украины. Вроде бы как очень простая формулировка итогов встречи. Поэтому у меня вопрос к тебе немножко другой. Ты можешь себе представить ситуацию, при которой G7 вдруг скажет, что, знаете, мы больше не хотим поддерживать Украину и мы не будем сохранять санкции против России? Это, мне кажется, очень маловероятным сценарием. Во всяком случае, ну, сейчас там, да, на движении еще какого-то обозримого будущего. А есть, конечно, да, в этом и есть тактика России, так, стратегия России сейчас уже, в общем, вызвать, так сказать, фатигу, усталость, да, на Западе. В какой-то степени это есть там и в обществах, в какой-то степени это видно и даже в Соединенных Штатах, да, вот, скажем, элементы там и среди республиканцев, и среди демократов, так сказать, часть. Ну, пока что это маргинальная часть, пока что значительная часть. Ну, в некоторых больше 50%, в некоторых меньше 50% общество поддерживает Украину, и, естественно, понимаете, тут уже это у нас будет такой, я считаю, сейчас на этом потери лица со стороны Евросоюза, вернее, вот этих самых, ну, основных стран Евросоюза, Соединенных Штатов, Канады, Японии, что сегодня это кажется очень маловероятным. Но меня больше, наверное, всех нас больше беспокоит вопрос, насколько действенными окажутся эти санкции. Вот сегодня мы видим вот на более таком, большом, таком, как говорится, big picture, на стратегическая картина, что сегодня вот the west and the rest, Запад и остальной мир. Остальной мир, понятно, что его удельный вес возрастает, вот фактор Китая, фактор Индии, фактор вот этих стран BRICS, которые как-то уже, ну, да, естественно, это не будет такой формализированной организацией, но тем не менее, тем не менее, у России много лазеек, даже, скажем, и еще, да, вот периодически появляется информация, что вот некоторые, скажем, вот фирмы, да, в тех же самых странах Запада находят какие-то окольные пути, есть другие какие-то государства важные, которые не присоединяются. И да, ну и, в общем, да, вот, в принципе, два больших таких урока, да, от вторжения России, то, что, да, российская армия оказалась намного слабее, чем все мы думали, в том числе и на Западе, а вот российская экономика в силу ряда причин, в силу того, что, да, что вот западный мир теперь уже не так доминирует экономически, что наказать Россию уже намного сложнее. И да, Россия, не Северная Корея, даже если, скажем, да, скажем, многие другие страны присоединятся, она может, скажем, вот таким автаркией существовать в таком закрытой системе. Понятно, что это будет не очень такое благополучное существование, ну, вот такой средний экономический уровень, и, конечно, страна будет оставать технологическую, но, тем не менее, страна вот выживет. А не будут, скажем, такие, даже Иран, который, да, довольно крупнокалиберная страна, 80-миллионная страна, да, вот десятилетия санкций, ее серьезно подорвали экономику. Россия может существовать дольше, так как у нее есть, действительно, ресурсов для этого. Так что, да, я думаю, что санкции будут продолжаться. Пакеты могут, вот 11 пакет, насколько я знаю, да, они-то могут, скажем, пакеты усилий, но, тем не менее, да, это, это, естественно, повлияет на российскую экономику, но это не подорвает, и тем не менее, и, во всяком случае, для этих, ну, трудно верить, какой процент электората, оставшегося в России электората поддерживает, поддерживает войну. Ну, я думаю, пока что есть у России ресурс сохранять поддержку войны, умело укрывая потери, умело, скажем, манипулируя этой, да, и дезинформация, и пропагандистская машина тоже дает сбой, но, тем не менее, пока что на значительной части населения вот здесь. Сегодня это кажется, так сказать, такая стабильная такая картина. Опять же, история тоже, и мир знал ситуации, когда вот эта картина резко менялась, ну, посмотрим, пока что сегодня такая патовая ситуация и на фронте, и на, скажем так, на экономическом фронте тоже. Ты знаешь, понятно, что Россия, вот ключевое слово, которое ты несколько раз произнес, это существовать. Вот то, о чем идет речь, это не развитие, это не какое-то достижение, это именно вот существование. И понятно, что Россия в таком состоянии, она будет системно слабеть. Другое дело, что на нас сил у них может хватить, поэтому, наверное, мы должны позаботиться о своей безопасности, тем более, что такие ряды. Ну, вот Россия создает свою экосистему. Вест и Рест, конечно же, это, есть еще формула глобальный юг. Но на этом глобальном юге мы видим тоже далеко не все за Россию, но Россия создает свою экосистему и готова встраиваться в Китай. Очень хочет подтянуть туда и других игроков, в БРИКС, они часто говорят. Вообще вот это БРИКС, ты как относишься к этой организации? Это же скорее политический клуб какой-то странный, никак не... Да, но это политический клуб, удельный вес которого, ну, постепенно, там, медленно растет. И понимаете, что сегодня вот мы находимся вот в этапе другой, в следующей мировой войны, вернее, холодной войны, холодной войны, которая тоже такая идеологическая. И вот Китай пытается доказать, и вот Россия в этом, так сказать, подмога, что вот такой стиль авторитарного правления может быть и вот не такой уж плохой. И понимаете, вот мы видим, мы видим такую ситуацию, понимаете, вот десяток, два десятка лет назад латиноамериканские, вот южноамериканские страны, казалось бы, что они уже приближаются к Западу, вот еще немного, и вот они уже вступят в клуб такого, скажем, такого более расширенного Запада. Ну, вот видите, во многих странах откат в этом отношении. И вот пример Бразилии тоже показывает, что вот она вот как-то зависла вот между, вот идти, вот продолжать, так сказать, такое развитие политическое, демократическое, или вот оставаться на такой уровне. То же самое можно сказать про Индию. Да, Индия является демократией, да, вот показывают, когда на выборах участвует 950 миллионов, так и население, понятно, что, так сказать, самое крупное. Но насколько качественная демократия и насколько сегодня Индия готова быть противовесом Китаям и союзникам Запада? Несколько лет назад это было практически самое очевидное. Считалось, что Индия и Китай стратегические противники. Пусть даже, да, понятно, что, так сказать, у них даже несколько раз возникали какие-то, в общем, неприятности на границе, и, слава богу, так сказать, они не переросли в серьезный конфликт. Но сегодня мы видим, что вот как-то, естественно, они не братаются, но, тем не менее, они находят общий язык в качестве противоставления себя на себя Западу. И да, к сожалению, на вот этом глобальном юге очень часто политики-популисты используют вот эту там старую, такую колониальную карту, что вот эти государства, да, Россия ведет себя как империя, а что Америка и Запад не империя, а что Британия, а там Франция не империя. И вот это очень такая, это абсолютно примитивный нарратив. А в странах Южной Африки, да, он прокатывает. Большинство населения там считает, что вот Запад, он нет. Вот они 30-40 лет назад, скажем, сотрудничали вот с этой сапартеидной Южной Африкой. Хотя, скажем, дипломатические отношения были хуже некуда, и сейчас там критиковали, и все такое. Но другое дело, что они не разрывали связи и, скажем, не шли войной. Но, тем не менее, я думаю, что во многом благодаря постепенной, медленной, методичной западной поддержке этот апартеид, понятно, закончился и закончился, и страна развивалась. Но очень легко, очень легко, к сожалению, каким примитивным нарративом показать, так сказать, населению, опять же, населению не очень образованному, что вот этот Запад на самом деле, он, так сказать, не такой хороший же он друг. И тем более, понимаете, последние два десятилетия, можно сказать, что Китай практически в какой-то степени покупает Африку. Да, вот какие-то инвестиции. Тем более, тем более, если, скажем, Международный валютный фонд или, скажем, Мировой банк, он требует каких-то, вот это называется, кондиционалит, то есть каких-то условий, отчетности, да, в той же там Нигерии, в Эфиопии, да, в этих корруппированных странах. А Китай не требует никакой отчетности. Вот поэтому, понимаете, да, сейчас, да, сейчас идет такая идеологическая борьба между западными странами и, в первую очередь, с Китаем. И страны БРИКС, оказывается, сегодня они ситуативно сотрудничают больше с Китаем, чем с Западом. Это сегодняшний день. Ну, посмотрим. Я, конечно, верю, скажем, в благо западного пути развития и демократии, но понятно, что сегодня, как вот во времена Холодной войны, надо доказывать, надо доказывать преимущество пути развития, надо, в первую очередь, сегодня главный фронт, да, вот между Западом и остальным миром, и вот прежде всего, так сказать, вот такой агрессивной части, вот такой, скажем, такой варварской части, вот, скажем, антизападной коалиции, то есть в лице России, надо, конечно, одержать победу, одержать, Украина должна одержать победу с помощью Запада, и я думаю, что это будет очень таким серьезным идеологическим ударом по, не только, так сказать, по России, но и, в общем, там по другим, по другим странам, и вот по тем людям, которые, по тем странам, которые находятся в таком сегодня, в колеблющемся положении, которые там еще до конца не определились. Я считаю, что победа Украины, это будет таким важным геополитическим, таким вот водораздельным событием, которое очень многое, так сказать, расставит по месту, и, опять же, ставим рубашку в ближе к телу, и для наших стран, и для Грузии, и для Черноморского региона, это будет, так сказать, вот, мы вздохнем свободно, потому что ослаблено влияние России, и, например, вот на НАТО, Черное море станет, так сказать, вот морем НАТО и морем сотрудничества, и наш регион, и, скажем, нам намного, так сказать, легче станет, скажем, и транспортные, энергетические проекты осуществлять с другими странами, и я, мне кажется, что и другие страны очень серьезно подумают. То же самое, для того же самого Китая это будет очень серьезным уроком, что с Тайванем не надо так, скажем, рискованно себя вести, потому что сегодня мы видим, что, знаете, вот какая ситуация, вот как-то все карты на столе, да, вот у Китая, с одной стороны он говорит, что территориальные, вот эти 12 пунктов, с одной стороны он говорит, что территориальная целостность, это неприкосновенно очень важно, но с другой стороны мы должны уважать мнение, мы должны уважать требования безопасности всех стран. Явный намек на то, что, так сказать, не очень хорошо относятся к расширению НАТО, и в этом отношении, в этом отношении солидаризируются с Россией. Я думаю, что и для Тихоокеанского региона, и для Черноморского, прежде всего, конечно, Черноморского, но и для других регионов это будет очень, так сказать, важным событием, и вот усмирит пыл стран, которые не за международное право, которые считают, что мир должен быть поделён на сферы влияния. Очень интересный момент был затронут. Был затронут момент о идеологической конве противостояния. А вот, кстати, идеологическая ли это конва? Ну, есть страны с развитыми демократическими институтами, есть Индия, у которой демократические институты не то чтобы развиты, да, это демократия, это действительно демократия, но вместе с тем это традиция, это та кастовая система и при кастовой системе, которая внутри глубинного народа индийского сложно себе представить демократию, а ещё, кроме всего прочего, есть ещё и меньшинство, например, по-моему, 200 миллионное мусульманское меньшинство. Да, да, мусульманское меньшинство от 200 миллионов на одну секундочку. Это около седьмой части населения. И Индия, она действительно сказала, в общем-то, приезжал же премьер-министр Японии и предлагал, что, ребята, пожалуйста, противостояние с Китаем, противостояние с Китаем не в смысле того, что война, а в смысле того, что противостояние с Китаем, сдерживание Китая, и в то же самое время, значит, соответственно, с Ираном, с Россией, не такие шоколадные отношения, которые есть у этой демократии. И тогда мы вам предоставим и технологии, и финансы, и всё остальное. Но премьер-министру Индии это оказалось не так уж и нужно. Наверное, всё-таки стоит вести речь не о демократии и автократии, а стоит вести речь о тех странах, которые соблюдают международное право, законы. И не соблюдают. Ну, скажу такую нехорошую вещь. Если у меня, у меня таких соседей нет, сразу же предупреждаю. Но если у меня сосед в семье поступает плохо по отношению к своим домашнему, я могу с ним поговорить. Я могу это осуждать. Но до тех пор, пока он не начал пристраивать лоджию к моему балкону, у меня вряд ли будет основание противодействовать им. Но как только он начинает пристраивать, если у него замечательное отношение с домашними, у него в семье демократия, и он самый лучший педагог и самый лучший отец, но он вдруг начинает пристраивать лоджию, да еще и захватывает часть моего балкона, или затемняет мне окна, какой бы он ни был бы демократ и хороший отец, я буду сопротивляться, и я думаю, что я буду прав. Поэтому я думаю, что тут скорее речь идет о том, проблема России в том, что они грубейшим образом нарушают международные права. И к чему это... Не первый раз, кстати, не первый раз. И, к большому сожалению, до 24 февраля, я извиняюсь, так сказать, прервал, но до 24 февраля Запад прощал Россию, так или иначе. Именно. Извиняюсь за то, что... Так вот, я к тому и подвожу, что, в общем-то, в общем-то, главный момент это то, чтобы не нарушалось международное право, вот так грубо оно не попиралось. А что касается Китая, очень интересно же было видеть министра обороны в Москву, Китая. Ли Шанфу, такой он, значит, министра обороны, весь из себя. Так вот, он сделал интересное заявление в том плане, что мы, говорит, у нас, говорит, очень крепкие отношения, даже на порядок выше, чем у времен Холодной войны, блока. Но, и тут он сказал главную фразу, эти отношения строятся над том, что мы не противодействуем ни одной третьей стране или третьему блоку. То есть, у нас свои взаимоотношения, а противодействовать, ну, фактически, как это можно прокомментировать? Фактически, верно ли то, что он сказал, ну, ребята, мы в открытую вас поддерживать все равно не будем. Так получается? Не, ну, так, такую игру играет. Ну, понимаете, у Китая другие планы. У него преимущество в населении, которое, кстати, начало стагнировать. Но это, знаете, нет худа без добра. Это значит, экономически, скажем, легче будет Китаю несколько лет. Правда, потом будет сложнее. Да, больше населения, рост экономический, скажем, хорошие партнерские отношения, скажем, со многими странами. Некоторые страны он как-то в силу своего веса одного запугивает, да, вот скажем, каких-то соседей. Поэтому, да, поэтому он играет в более стратегическую игру. В отличие от России, которая чувствует, что поезд уходит. И демографическая, экономическая ситуация не такая. Да, Путин прекрасно понимает, что ту систему, которую он построил, это коррумпированная система, которая ведет никуда. И только постоянным поддерживанием напряжения и постоянным конфликтом он поддерживает свой рейтинг. Поэтому, да, поэтому, скажем, он все время будет предприниматься. Но я очень надеюсь, что это последнее его, вот как захотел сказать, стать, как его, вольной царицей, да, вот это вот последнее его, такая, скажем, каприз и желание, которое 24 февраля, которое приведет к ему к политическому харакири. Да, Китай может себе позволить действовать по-другому. Но понятно, что он позиционирует себя в противовес, прежде всего, Соединенным Штатам. Что сегодня мы имеем такое мировое стратегическое противостояние. И поэтому он будет играть по другим правилам, но, тем не менее, да, его, так сказать, цель, чтобы, вот, скажем, вся Юго-Восточная Азия была практически его вотчиной. И вот, говорю, вот как вот доктрина Монро, да, вот когда Америка декларировала, что вот западные полушарии это моя сфера интересов, да, которая, в принципе, осталась только доктриной, которая, ну, сегодня понятно, что это, она, может быть, осталась на бумаге, кто-то ее упоминает, но понятно, что это, так сказать, не документ 21 века, а вот Китай пытается в 21 веке вот играть вот по этому, по правилам 19 века и иметь обеспеченность первого влияния. И понятно, что, опять же, исторически, там, для Америки иметь государство, которое в Евразии находится и которое может потенциально завладеть большей частью ресурсов Евразии, понятно, что это представляет собой такая стратегическая падность. Поэтому мы, 21 век, будет веком противостояния Соединенных Штатов и Китая. В общем, стратегического противостояния, ну, я очень верю, что оно будет, скажем, таким холодным, хотя не исключены, скажем, так называемые, так сказать, прокси, какие-то небольшие прокси-конфликты. И, опять же, я очень надеюсь сегодня, что Соединенные Штаты тоже решат свои проблемы, которые там у них есть, в том числе, какая-то проблема поляризации, и там уже там другое, там другая сфера, скажем, для того, чтобы страна развивалась, нужна, скажем, полная там свобода мысли. И да, можно отдельно судить про все аспекты того, что происходит сегодня, скажем, в этом сфере Соединенных Штатов, но не раз Соединенные Штаты, вот, скажем, перемалывали эти внутренние сложности и выходили из этих сложностей сильнее. Я думаю, стратегически, несмотря на то, что, скажем, да, если Китай будет продолжать такое же, скажем, экономическое развитие, то, да, понятно, что через несколько лет он даже по части номинального внутреннего продукта догонит Соединенные Штаты. Но мировую, скажем, мировую игру главный, главный, скажем, главный аргумент, конечно, это внутренняя, скажем, вот эта governance, система управления и внутренние ресурсы развития страны. Вот мы видим сегодня, что вот некоторые стратегические ошибки допускает Китай в силу того, что он, скажем, репрессивный режим. Кстати говоря, чисто экономически, если бы, если бы, скажем, Аси Дим Пин или один из его предшественников, скажем, полностью бы отпустил, сделал бы юань полноценной мировой валютой, свободно комментированной валютой, он мог уже быть конкурентным доллару, но так как он этого не делает, искусственно поддерживая курс, доллар остается мировой валютой. Да, может быть, его удельный вес немножко падает по сравнению с тем, что было там 10-20 лет назад, но тем не менее, у него позиции все еще такие же сложные. Да, один из, скажем, планов, это был БРИКС, ну, в том числе, Китай и Россия, скажем, создать какую-то единую валюту, скажем, укрепить юань настолько, чтобы он стал, скажем, в мировой торговле противовесом доллару, но пока что этого не происходит. И вот, я думаю, вот этот пример очень показательный, да, было бы лучше для самого Китая и, скажем, в его противостоянии с Соединенными Штатами, скажем, так сказать, конвертироваться, отпустить валюту, но этого не делается. Я думаю, вот подобные же случаи не будут позволять Китаю, скажем, полноценно развиваться. Как только появляется там достаточное число очень богатых людей, так сказать, тут же у них возникают проблемы. Чего нет, конечно, ну, намного в меньшей степени в Соединенных Штатах, там, в случае Илона Маска, это особенно. Ну, и поэтому, я думаю, что общее внутреннее здоровье демократических стран и в том числе умение справляться с какими-то недугами, болезнями, которые периодически появляются, я считаю, в некоторых западных обществах сегодня они есть. И умение справляться с этим недугом, в конечном столь, это будет определяющим, скажем, вот в этом противостоянии. Но, опять же, в этом противостоянии Китай играет в долгую игру. Китаю не нужно сегодня предпринимать. Поэтому, да, Тайванем он играет в кошки-мышки, да, с одной стороны, он говорит о примете территориальной целостности, с другой стороны, очень остро реагирует, на, скажем, на визит президента Тайваня в Соединенные Штаты, в Калифорнию, по-моему. И вот, да, то есть показывает то, что, скажем, в среде его, скажем, в его картах есть и вот такая карта силового решения проблемы. То есть он показывает, что она есть, но, конечно же, сегодня и завтра он вряд ли будет ее использовать. Скорее, это кореп угола. Нужно просто пояснить нашим зрителям, что тайваньская проблема это не проблема территориальной целостности. Тайваньская проблема это проблема, какой Китай настоящий. Потому что Тайвань, они не считают, что остров Тайвань это отдельная независимая концертность. Нет, они себя считают законным правительством Китая. И, кстати, до недавнего, до недавнего, до 60-х, по-моему, до 60-х годов, именно Тайвань представлял Китай в организации объединенных наций и он имел в софтбезе место и так далее и тому подобное. Поэтому, я думаю, что тут абсолютно очевидно, что речь идет не о территориальной целостности Китая, а о том, какой должен быть Китай. Какой должен быть коммунистический. Но так как большой дисбаланс между, скажем, основным Китаем и Тайванем, но понятно, что кто поглотит кого в случае чего. Я скажу так, что большой вопрос, например, Гоминьдань, партия, которая сейчас в оппозиции, они за то, чтобы воссоединиться с Китаем обратно, чтобы был один Китай, но на принципах конвергенции. Первым, кстати, с избранием председателя России поздравил именно председатель Гоминьданя. Это изумительно. Это прекрасно. Да, да, интересные такие исторические пассажи. Никогда не был синологом, поэтому мне очень сложно набраться в глубинах китайской души. Это невозможно, наверное. Но, тем не менее, понимаете, вот несколько лет назад, ну, уже уже больше двух десятков лет назад, вот когда было Гонконг и присоединялся, и вот этот самый вот португальский Аумэнь провинцией присоединялись, многие китайцы говорят, что вот очень скоро и Тайвань точно так же будет нашей полноценной частью. Вот в Гонконге мы видим, да, ну, кстати, для Тайвана очень так серьезный звоночек, вот в Гонконге, да, насколько сложно вот этому, скажем, этому образованию, да, не ассимилироваться с Китаем по части режима, да, вот они хотели быть такой же, скажем, такой провинцией с таким, с полноценными рыночными отношениями, но у них, да, ну, но это сложно, и поэтому, скажем, несколько раз были такие уже тренинги. Поэтому для Тайваня это тоже понятно, что, скажем, на сегодняшний день их физическая безопасность это основа их существования, и, естественно, гарантии сегодня дают Соединенные Штаты. Ну, Гонконг это, кстати, действительно непозитивный пример объединения, хотя про Макао вообще мало кто говорит, что там происходит в Макао, я, например, не слышал вообще, что... Ну, да, там населения было и меньше. Гонконг, он был, так сказать, ну, один из таких азиатских тигров еще с 80-х годов он называется. Финансовый центр и Гонконг это отдельная планета вообще, а Макао как-то, ну, вот Макао часть Китая и ладно. Мы далеко ушли, мы сейчас на мягких лапах подберемся к региону и к региону на мягких лапах подбираемся мы через нашего, ну, пожалуй, самого важного соседа и самой важной страны для нас, я имею в виду Турцию, где, конечно же, ну, произошла определенная разбалансировка системы, в основном это произошло вот это зимно-трясение страшного, которое было. И вот сейчас, конечно же, включились, меньше месяца уже остается, а не, да, 14-17. Да, меньше месяца, да, вчера, сегодня 18-е число, да, меньше месяца уже остается до выборов Турции, пошел обратный отсчет, что называется, включились по полной все. Эрдоган, президент Турции, заявил об исторической важности предстоящих выборах и сказал следующее, на этих выборах соревнуются не только коалиции кандидатов, соревнуются два разных менталитета, два разных видения Турции. Насколько он близок к истине, насколько глубока вот эта мысль. Понятно, что это выбор. Насколько глубока эта мысль, что соревнуются два разных менталитета и два разных видения Турции. Он не сказал две Турции, это очень важно, два разных видения Турции. Потому что те, которые говорят две Турции, это самое опасное, что можно говорить. А вот два разных менталитета, два разных видения Турции, это насколько это близко к истине, что это действительно так. Понимаете, вот тут надо разделить. Видение Турции как государство, то есть как государство со своим внутренним устройством, полностью светского государства или государства, где политический ислам играет значительную роль, более светское, менее светское. Или, я думаю, в этом отношении это и есть, так сказать, основная, скажем, линия фронта, можно сказать, внутреполитическая Турции. Понятно, республиканская партия там традиционно, она ближе, скажем, к идеям завета Ататюрка и главное обвинение, что Эрдоган обходит от этих самых принципов. И, да, какие-то там символические шаги, как превращение, скажем, музеев, скажем, Майя София в мечеть, подобные шаги, да. С одной стороны, они демонстрируют то, что Турция полноценно независимый международный, так сказать, актер, с которым, так сказать, надо считаться, нравится или не нравится. А с другой стороны, это, скажем, вот это наследие Ататюрка, за которое, скажем, больше ратует республиканская партия и вот этот самый ее кандидат. Я думаю, точно так же, как в Соединенных Штатах, где очень разные, скажем, экономические видения и, скажем, там какие-то видения на другие проблемы, скажем, абортов у республиканцев и демократов, какие-то внутренние проблемы. Внешняя политика, как правило, характеризуется вот этим континентом более же преемственностью. Я не думаю, что во внешней политике будут какие-то резкие движения в случае, скажем, смены власти в Турции. Турция уже привыкла, и это, кстати, это усилилось при Эрдогане, но и до этого, скажем, и до Эрдогана были, скажем, какие-то движения руководства Турции, что да, они члены НАТО, да, они стремятся в Евросоюз, но они не очень хорошо относятся к тому, что Евросоюз их не принимает, что они, это уже, так сказать, не холодная война, где они должны все время, так сказать, скажем, подчиняться. Они экономически уже сильнее, поэтому они вырабатывают более независимую политику. Мне кажется, что по части, скажем, независимой внешней политики этот вектор-вектор будет продолжаться. Ну, опять же, опять же, это пока что гадание на какие-то новейные гуще, пока что в основном заявления кандидата, скажем, оппозиционных партий, да, вот этого общего кандидата, пока что они, по внешней части, внешней политики более нейтральны, они больше касаются внутренней политики. Поэтому, да, тем не менее, Турция, это очень важная страна, которая, это и средиземноморская страна, это и черноморская страна, это и южноевропейская страна, это и, в принципе, страна Южного Кавказа, это страна, которая выработала такие особенные отношения, так сказать, с Россией, которая играет очень важную роль иногда медиатора, опять же, вот если, посмотрите, вот эти, вот эти, когда Россия пыталась практически эмбарго возникать и заблокировать эти самые вывозы зерна с Черного моря. Поэтому ее международная, я думаю, что ее международная роль останется, во всяком случае, пока что вот такой критичный момент, что Турция не может себе позволить, скажем, резко изменить свою, свою, такую региональную роль. Я думаю, что это будет там совсем неумным решением. Другое дело, что, я думаю, что главное, опять же, на мой взгляд, главная, главная, скажем, такая линия фронта в Турции, она внутриполитическая, а не внешнеполитическая. Ну, я очень надеюсь, чисто внешнеполитически Турция очень хорошо себя рекомендовала в том же Южном Кавказе. Турция размыла, не убрала, конечно, полностью, Турция размыла, скажем, монополию России, силовую монополию России в Южном Кавказе в 2020 году, позволив Азербайджану вернуть большую часть оккупированных территорий. И сегодня, да, Россия, так сказать, должна, так сказать, считаться с Турцией, несмотря на то, несмотря на то, что, скажем, да, Турция теперь из-за этих выборов и из-за фактора землетрясения этой огромной трагедии, там не так активно включена в международные события, в тот же самый Южный Кавказ, но понятно, что это временно, понятно, что это временно, и, ну, в общем, посмотрим, как оно будет. И, опять же, да, скажем, основные претензии, скажем, оппозиции к Турции, это то, что там экономически, а как правило, понимаете, когда к выборам всегда в Турции был какой-то экономический рост, и он побежал благодаря этому, скажем, да, там были какие-то претензии к каким-то внутренним течениям, скажем, с точки зрения демократии, но тем не менее, да, если вы там посмотрите, в Турции полноценная предвыборная программа, где оппозиционные партии имеют, скажем, им нам телеэфир, где они полностью могут выражать свое мнение, и тем не менее, да, без страха, да, ну, кстати, после 2016, после этого попытки переворота, был какой-то крен, скажем, скажем, может быть, там Турция немножко переиграла эту самую карту, Эрдоган и его партия, но сегодня, мне кажется, скажем, процессы идут более-менее нормально, и, опять же, мы все должны желать Турции, скажем, внутреннего политического здоровья, вне зависимости от того, кто там лидер, потому что, я думаю, скажем, у республиканской партии, которая в коалиции долгое время была у руководства, скажем, несколько десятилетий, у нее есть опыт, опыт, так сказать, руководства страной, и у нее есть опыт и хороших отношений, скажем, с соседями, и с тем же самым Западом, скажем, были, скажем, были спады, были и, скажем, более критические, критичные времена, но вот, понимаете, мы должны понимать, что, опять же, из-за важности места Турции, да, вот в мировой политике, и там в Евразии, вот отношения с теми же Соединенными Штатами, они никогда не опускались ниже какого-то уровня, может быть, они не поднимались там выше какого-то уровня, не становились совсем уж такими сердечными, но они всегда в каких-то пределах, и эти пределы, конечно, нормальные, приемлемые, которые позволяют решать какие-то противоречия. И, опять же, да, в начале правления Эрдогана, когда вроде бы вот экономически в Турции все все хорошо, была попытка у путинской России сделать Турцию более таким союзническим государством, более привязать ее к себе экономически, и, скажем, играть на том, что, вот, скажем, даже был такой термин «ось непринятых», то есть «the axis of rejected», то есть «ось стран, которых, скажем, Запад не принял, и они, так сказать, так себе потенциализируют». Это работало до какой-то степени, очень ограниченной степени, ну, далеко не в той степени, которую хотела Москва. Поэтому, да, поэтому Турция важная страна, и, в общем, надо, конечно, следить за выборами и понимать, что, ну, не надо ожидать, я думаю, так сказать, резкого смены внешнеполитического курса страны. Нет, насчет смены внешнеполитического курса вообще, я думаю, речи быть не может, потому что понятно, что Турция уже стала региональной державой и, в общем-то, определилась со своими национальными интересами. Но вот что интересно, вот то, о чем мы говорили, о демократии, та же роль политического, то, что произошло в Турции с приходом Эрдогана, и сам приход Эрдогана, это и есть победа демократии. Роль политического ислама в стране, где подавляющее большинство населения, верующие, практикующие мусульмане, она не может не быть, она очевидна. Ну, кстати, в свое время Эрдоган очень справедливо замечал, очень долгое время в Италии правящая партия была исключительно христианско-демократическая. Почему? Потому что там подавляющее население были католиками, которые голосовали исключительно за христианских демократов. И это нормально, это и есть демократия. Просто христианско-демократическую Италию Европа принимала, а вот исламистскую, причем сам термин исламистский, он же политический термин, и он часто несет негативную почему-то коннотацию. Коннотация, конечно, есть у него. Нет же, то есть ровно так же, кстати, как вот термин, это не касается Турции, термин салафизм и салафин. Ну, ребята, извините, это определенная конфессия внутри ислама, и я лично знал, ну, правда, оговаривались, тоже тут нужно оговариваться, мирные салафиты, я лично знал и знаю мирных салафитов, которые действительно вовсе не помышляют о том, чтобы кого-то взорвать. Ну, вот это вот европоцентричная сдвинутость на это. А вся беда в том, что мы просто мало знаем друг друга, я в этом абсолютно уверен. Понимаете, да, ну, в Европе, да, ну, есть, скажем, такие частично популистские движения, там, частично как-то более, скажем, обоснованные, да, потому что не всегда интеграция, скажем, населения, да, вот с исламской культурой, не всегда интеграция идет гладко. И тут, как правило, тут мяч должен быть на обеих сторонах, то есть тут это и ответственность государству принимающей, и, естественно, это ответственность приезжающих граждан. Ну, да, иногда есть сопротивление, так сказать, по части интеграции, но тут должна быть уже гибкость стран, которая... Юрий, это вновь не проблема Европы. Мы же говорим сейчас о... Да, ну, понимаете, это их легко экстраполировать, это легко экстраполировать, потому что, да, части, скажем, обыватель, причем в европейских обывателях, они сами не религиозные, но они видят опасность, скажем, скажем, вот в таком, в элементах политического ислама и, скажем, вот в членстве Турции в Евросоюзе. Есть такой элемент, и... Кстати, кстати, сам приход к власти вот этой партии, да, АКП, АКП, да? Партия справедливости и развития. Сам приход этой партии вызван как раз в 2002 году нежеланиями Евросоюза, скажем, вот это открытие, АККВНТР, скажем, вот уже пустить Турцию вот на финишную прямую в Евросоюзе. То есть эти копенгангинские критерии, вот, скажем, переговорные, то есть глава, не была открыта, и это вот... Я, кстати, был в Стамбуле в летом 2002 года, и я вот сам видел, настолько было разочарование вот среди такой космополитической части Стамбула и Турции в связи с этим. И я уверен, что многие из них, возможно, они были, скажем, традиционно электоратом или там республиканской партии, или Догруйоли партии Танцутси Челер, или там партии, скажем, Демирели, они или там Месута Юмаза, вот других таких вот таких более прозападных, советских, скажем, партий, они, возможно, тоже, так сказать, проголосовали за партию АКП, как вот в противовес, вот такой был протестный электорат и было такое протестное движение. Поэтому, вот когда мы говорим о интеграции, скажем, вот этой страны Турции, да, конечно, конечно, есть вопросы и вот такие к уровню демократии, и к уровню правления Турции, разумеется, но тут, понимаете, как говорится, it takes two to tango, когда, вот, скажем, какие-то трения или какая-то, скажем, недомовка или какое-то недопонимание, тут надо искать, спрашивать и себя, и с другой стороны. В данном случае, я думаю, и Евросоюз, и некоторые европейские страны там недостаточную гибкость проявили в отношении к Турции. И тем более сегодня, да, сегодня, скажем, сколько, около трех миллионов, да, сельских беженцев находятся в Турции, и Турция берет на себя такие довольно большие обязательства гуманитарные. При этом, скажем, сама получив такой удар в землетрясение, когда, скажем, 50 тысяч человек погибло, и многие там десятки тысяч остались без крова. По поводу отношения к исламу вообще и политическому исламу, в частности, я заметил одну вещь, это так, в качестве реплики, что религиозный человек не тот, который бьет поклоны там в церкви и расширается, а внутренний религиозный человек гораздо с большим пониманием и с гораздо больше, ну, я бы сказал, назвал бы это неправильное слово лояльностью, относится ко всему этому и пытается и принимает это, нежели, да простят меня все атеисты, нежели те, которые вообще не религиозные. Атеистов пугают любые религиозные, хоть свои, хоть чужие, пугают, то есть сама вера в Всевышнего, атеистов почему-то, почему пугают, я не могу понять, я не атеистов. Нет, ну, тут уже мы далеко в историю идем, потому что вера это одно, а когда религия, вера становится частью политического истебрисного, и когда политический истебрисный пытается использовать этот элемент для своих это уже другое. И когда одно дело вера и вера, и другое дело институты, а тут, так сказать, большие вопросы и у нас, в Грузии и в других странах, поэтому, поэтому я думаю, что, ну, в светской части Европы частично, да, скажем, эти вопросы, я думаю, частично легитимны, тем более, у них есть опыт, да, и в Брюсселе, и во Франции, и в других странах, скажем, взрывов, которые связаны с радикальным крылом, да, ислама, но понятно, что для многих обивателей радикальное крыло ислама, скажем, скажем, увидев верующего человека, совершающего намаз, да, у некоторых возникают какие-то там страхи, какие-то фобии. Это плохо, конечно, но, опять же, это понятно, хотя это и не очень хорошо. И да, и политики, и политики часто, да, у них есть искушение использовать вот эти фобии для своей политической, скажем, повестки, естественно. от этого действительно не было не деться, но это от недостатка образования, от темноты и от незнания. Просто незнание и нежелание узнать, нежелание понять, нежелание... И с этим мы будем бороться, бороться и еще раз бороться. Потихоньку подходим к нашему региону, потому что у нас к сожалению, произошла в прошлой неделе неожиданная достаточно для меня, по крайней мере, именно эскалация. То есть я не ожидал прорывов на армяно-азербайджанском треке, честно говоря. Но вот эскалация, перестрелка у силы АТЭХ, потом кадры, которые были выложены с азербайджанским солдатом, а потом и еще и поджег флага и порезы флага. Такое впечатление, что звенья одной цепи, такое впечатление, что как будто специально все одно к одному, одно к одному, одно к одному. Безусловно, безусловно. Насколько тревожно. Понимаете, ну, очень бы хотелось бы мне как-то это сказать, что вот какой-то, ну да, иногда периодически бывают, скажем, эскалации. Кстати, эскалации, иногда бывают и случайные эскалации. Да, скажем, там началась как-то перестрелка и потом она уже перешла, дошла до такого уровня, когда уже невозможно прекратить. Было ли это единичным случаем и, скажем, связаны ли эти события, ну, мне трудно сказать, хотя да, связанно опрашивается. Ну, что мы видим? Мы видим, что очевидно, да, есть страна, которая не хочет для того, чтобы был заключен мирный договор, чтобы страны наконец-то там договорились, потому что понятно, что после этой эскалации с этим, скажем, инцидента с флагом, понятно, что вот, как говорится, bad blood, уже плохие отношения и не в Азербайджане и в политике, скажем, уже, скажем, встречные движения не вызовет, не вызовет такого поддержки общества, которое, скажем, вызовет хотя бы несколько месяцев назад, когда было сравнительное затишье. Вот всегда это на несколько месяцев, а иногда и на пару лет отодвигает, скажем, новое окно возможностей. Это, конечно, очень жаль, и мы видим, но что мы видим? Мы видим, я лично вижу одно, что да, несмотря на то, что Россия сильно ослабла в Украине, у нее есть ресурсы, да, я не думаю, скажем, это инцидент в Техии, я думаю, это уже, так сказать, внутреннее, скажем, дело, просто в какой-то момент был упущен, был упущен, скажем, там контроль, опять же, там очень трудно контролировать, да, своих там, младших офицеров, солдат, да, когда такая ситуация, тогда уже действует по ситуации, тем более, тем более, не остался нерешенный, ну, пока не будет, скажем, полноценной демаркации, демилитации границ, вот сегодня это тоже кажется миловероятным, пока спокойно не будут встречаться представители, скажем, соответственных, скажем, министерственных ведомств Азербайджана и Армении и не проведут демилитацию, к сожалению, это всегда будет открытый рамок, к сожалению, всегда может быть, всегда может превратиться в линию фронта, вот в любой момент, к сожалению, тем более, когда, кстати, мы видим, что есть политические силы, да, понятно откуда, которые хотят все время иметь, скажем, рычаг давления, да, сегодня Россия намного ослаблена в регионе, она, естественно, у нее большая часть силы уходит, так сказать, на Украину, да, но этот, скажем, этот, Россия это такой монстр-зверь раненый, но все еще существующий, да, хотя понятно, что, скажем, его инструментарий сегодня очень ограничен, его сегодня инструментарий ограничен внутренней политикой в Армении, скорее всего, и вот, скажем, теми силами, да, скажем, кучаряны подобными и ежесними, которые, ну, понятно, пытаются против власти, и поэтому, скажем, вот играют на этих связи с Россией, опять же, инструментарий Россия ограничен, несколько, скажем, мы видели, вот, скажем, засланный казачок Рубен Варданян, как-то эта карта не очень сработала, а, ну, вот, операция с флагом сегодня, к сожалению, скажем, вот, вызвала там, новую, новую эскалацию, понятно, что, в общем, это, в общем, плохой случай, он, причем, скажем, сразу же после инцидента в Техе, понятно, что этот случай, скорее всего, планировался, был ли он связан, и нет, мало вероятного, скажем, тайминг очень, очень плохой, потому что сразу же после этой эскалации и сразу же после кадров, когда происходит такой, такой случай, что очень трудно будет, так сказать, успокоить общество и в Армении, и в Азербайджане, и вот повести его, скажем, в таком конструктивном русле, тем более, да, вот после 2020 года, после всех этих конфликтов, когда во многих семьях, да, вот трагедия пришла во многие семьи и в Армении, и в Азербайджане, ну, особенно сейчас Армения более пострадавшая сторона, и поэтому, скажем, какие-то реакции более острые в Армении, так же, как, скажем, до 2020 года или там до 2016 года были в Азербайджане, так сказать, более остро реагировали на подобные, на подобные события, поэтому, да, мы видим, что у России пока что, к сожалению, там сохраняется, сохраняется ресурс, но, в общем, я очень надеюсь, что вот здоровые силы в Армении, в Азербайджане, они возобладают, мы видели несколько раз, что вот Никол Пашинян, несмотря на, скажем, и военное поражение, и другие, скажем, политические сложности, все еще оставался, так сказать, на плаву, и я считаю, что это, так сказать, тут важно и понять и в Азербайджане, что вот какие-то вот лучше вот сохранять сегодняшние сравнительно здоровые силы в Армении, скажем, и у власти, для того, чтобы они вот продолжали какое-то поступательное движение, для того, чтобы у них был, была поддержка, была поддержка, и они смогли вот этот самый, этот критичный период преодолеть, преодолеть без потерь, я очень, так сказать, желаю мудрости, обоим народам, и я надеюсь, что этот эпизод останется, останется эпизодом, хотя, я думаю, заживать это будет долго. Вот в этих условиях, в условиях, когда, в общем-то, прямо скажем, не доверяют друг другу, ни на человеческом, ни на политическом, тем более, уровне страны, из Вашингтона, из Вашингтона раздавалось несколько раз призывы к прямым переговорам без посредников. Насколько это возможно и оправдано при таких условиях? Азербайджан готов, Армения говорит, нет, без посредников мы не будем разговаривать. Вообще, был один случай, на моей памяти, за последнее время, это в Тбилиси, без посредников, встретились министры иностранных дел, Азербайджана и Армения, а других случаев фактически не было. Насколько вот этот вариант без посредников вообще кажется рабочим? Он был бы рабочим, если вот была бы, так сказать, вот более действенная поддержка со стороны Вашингтона и Брюсселя. Да, Вашингтон и Брюссель присутствуют. Это уже последние. Да, они присутствуют. в данном случае, понимаете, вот Грузия, она бы не была посредника, она бы просто предоставила платформу, площадку. Грузия не может быть посредником, ну, куда ее, так сказать, с своих проблем, так сказать. Нет, разонапросто, у нас ресурсов нет, чтобы заставить. Ну, да, да, нам 4-х миллион. Хотя, посредники тоже не заставляют. У них ресурсы есть, но не заставляют исполнять. Ну, да, по-неменее, ну, прямые переговоры в том-то и дело, что это может быть какая-то платформа, площадка, но без посредничества. Ну, в данном случае, понимаете, ну, в данном случае нужен противовес России. А Турция оказалась хорошим противовесом в 2020 году, но дипломатическим противовесом, я не знаю, у Турции хватит или, так сказать, сил, ну, не, Турция не противовес, Турция сторона. Это, да, с учетом отношений с Арменией, да. Евросоюзу и к Вашингтону, да, долгое время были претензии у Баку. Сегодня, да, сегодня, да, ну, да, понятно, сегодня, казалось бы, скажем, более-менее этот вопрос уже частично решен, но, понимаете, тут говорит о политической воле и возможности. Вот мы видим, что, к сожалению, в Москве все еще есть возможность, скажем, торпедировать и помешать процессу. Вот если будет у Брюсселя, Вашингтона совместный ресурс помешать России, вот это самое, в ее деле, помешать процессу, вот, скажем, не дать России помешать процессу, тогда, конечно, мы будем говорить, можно будет, скажем, говорить о условиях для полноценных переговоров. И да, сегодня, опять же, насколько, скажем, Армении зависит, насколько руководство Армении контролирует всю ситуацию, насколько, скажем, договор будет принят полностью в обществе, не вызовет ли это, скажем, каких-то, скажем, внутренних противоречий, скажем, как бы социальной напряженности, потому что понятно, что сегодня полноценный договор естественно должен включать в себя территориальную целость от Азербайджана и то, что, так сказать, сегодня не все принимают в армянском очереди. И, естественно, со стороны Азербайджана должны быть предприняты шаги, гарантирующие безопасность тех граждан Азербайджана, формально, которые находятся на территории, ну, еще не освобожденной, которые, скажем, под, ну, образно говоря, под российскими миротворцами находятся. Вот те десятки, там, или около ста тысяч, ста тысяч человек. Поэтому, да, вопросы остаются, но, опять же, нужна политическая воля и большая, скажем, так сказать, субъектность Еревана в этом отношении, скажем, вот, большая, скажем, открытость и, и да, и ответственность со стороны Баку и воля, прежде всего, воля со стороны Запада. Вот это, мы видим эту самую волю, но мы видим, не видим пока что, вот, скажем, инструментария. Сегодня нет такого присутствия, как, например, было в бывшей Югославии. Например, бывшей Югославии, скажем, там и Евросоюз, и ОБСЕ, в каких-то случаях НАТО, в каких-то случаях американская поддержка помогла, скажем, отрегулировать ситуацию. Сегодня мы пока что этой ситуации между Арменией и Азербайджаном не имеем, но, опять же, к этому надо стремиться. Опять же, у России иногда, понимаете, иногда Россия, скажем, иногда, скажем, появляется фактор Ирана, да, который, скажем, тоже, может быть, он не решающий фактор, но, опять же, какая-то очередная головная боль. С учетом того, что в Турции вот сегодня, да, ну, где-то, не знаю, наверное, где-то около месяца еще, да, Турция не сможет полноценно, скажем, участвовать в этом процессе в силу, так сказать, выборов, и, не знаю, может, и второй тур там будет. Скорее всего. Что касается... К сожалению, пока что сегодня больше, вот, больше уравнений со многими неизвестными, да, и, и вот мало ключей, так сказать, к этому решению. А пока что вот надо, я считаю, что в данном случае надо как-то вот держать, пусть даже несовершенное статус-кво, и вот постараться минимизировать такие потери, там, репутационные и, скажем, вот эскалационные, скажем, сложности и риски, которые связаны с последними инцидентами. Главное, чтобы вот хотя бы вот на этом этапе, так сказать, заморозить, подождать какое-то время, чтобы как-то вот улеглись страсти, чтобы вот как-то какой-то конструктивный заряд, опять же, так сказать, вот как-то возобладал, и потом уже, потом уже полноценно помогать и Еревану, и Баку. Ну вот, что касается, давайте уточнимся все-таки, что касается югославского сценария. Югославский сценарий с присутствием там международных сил и так далее, в принципе, это то, на что очень хотел бы пойти Ереван. То, что очень хотелось бы Еревану, и на что категорически не пойдет Баку, и не пойдет Баку по вполне понятным причинам. Югославский сценарий был возможен до 2020 года. То есть до 2020 года. Я не говорю о переделе границы. Я говорю о мирном соглашении. Тут совершенно очевидно, что на сегодняшний день конфликт должен решаться в пределах территориальной ценности. Об этом заявлено, скажем, и Брюсселе, об этом, так сказать, и Шольд заявил, об этом заявил, ну, Макрон-то ничего, так сказать, не заявил, но в данном случае понятно, скажем, что он будет действовать как, скажем, руководитель страны, члена Евросоюза. Ну, нет, Франция тоже признает территориальную ценность Азербайджана, хотя, кстати, ну, там периодически депутаты появляются и, скажем, даже кандидаты в президенты. Ну, да, появлялись. Сейчас уже это затруднено. Сейчас уже это очень серьезно затруднено. Хотя, не по словам, Франции, не посол США, до сих пор не съездили в Шушу. Почему? Тоже важный вопрос, правильно? Я думаю, что на самом-то деле ситуация, она сложная еще и потому, что к заморозке ситуации как раз-таки тоже стремится армянская сторона. А для Азербайджана очень важно сейчас решить этот вопрос, потому что давайте будем откровенными. армянская сторона так или иначе надеется, что что-то изменится, что-то произойдет и каким-то образом удастся сохранить контроль над той территорией, где сейчас находятся российские военные. Азербайджанская сторона на это, конечно, не надеется. Надеется на прямо противоположное, но абсолютно исключение от сценария тоже нельзя, поэтому хочет побыстрее. Алик, кстати, все время правильно сказал, Азербайджан хочет победить войну. Хочет окончательно находить свою победу. Пока что динамика в его пользу. Динамика в его пользу и таким образом понятно, что Азербайджан хочет победить в войне и хочет восстановить свою территориальную целостность полностью. Вот в принципе другое дело, другое дело. Каким образом выработать механизмы такие, которые сохранили бы там армянское население Карабаха, Азербайджан. Очень сложно это сделать, учитывая то, что там Россия это... Если бы там не противодействовала этому Россия, тогда можно было бы это сделать, а Россия этому противодействует, более того, она делает так, что субъектность самого Карабаха она... Субъектность и это тоже факт, хотя ресурсов, я думаю, в России все меньше и меньше. Как оно будет... Меньше и меньше, но пока что, ну да, пока что хватает. Пока что хватает, это несомненно. Ну и последний вопрос у меня про... Хотя мы уже об этом затронули, так пока садим, но все таким... кто может сделать Грузия и насколько достаточным является интерес грузинского общества к этому конкурсу? Интерес, я думаю, общества и государства совершенно прямой, с учетом того, что и в Грузии находится меньшинство и армянское, и азербайджанское, значительное меньшинство. и во-вторых, вот скажем, полноценная, полноценная эскалация, не дай бог, если случится что-то подобное 2020 года, что в Грузии будет в очень сложном положении, потому что поставки, поставки в Грузии в 2020 году выкрутилась, можно сказать, скажем, сохраня, в данном случае, скажем, сохранив военный нейтралитет, и, скажем, не пропуская через свою территорию, скажем, ни для Армении, ни для Азербайджана, скажем, оружие, боеприпасы. Опять же, это удалось в 2020 году. Будет давление и больше. В 2020 году вот тогдашнее, скажем, руководство Грузии и других неосвязанных, когда довольно оперативно, скажем, тогда еще, по-моему, пример был Гахарья, летал в Брюссель, очень, так сказать, оперативно. В тот же день он полетел в Брюссель, согласовал политику с европейскими партнерами с НАТО, с НАТО, видно, в НАТО было. То есть, он согласовал политику с НАТО, прилетел и объявил, что наземным транспортом любой транзит запрещен. Другое дело, что летали самолеты, которые... Летали самолеты. Мне сейчас скажут, что вот, летали самолеты, у которых не было заявлено военных грузов. Ребят, ну, извините. Тут понятно, что там, это трудно, контролировать. Я понимаю, что самолет из Израиля, который летит в Баку, он везет оружие, но сажать его, заставлять его сесть или не пропускать его через свою территорию... Никакого права Грузия не имела. Кто хотел, кто не хотел, я уже... Это уже будут домыслы. Так ведь? То есть, это вот интерес Грузии, то есть, прямой, для того, чтобы своя безопасность, скажем, не подверглась каким-то опасностям, собственная безопасность, не подверглась риску. И второй, понимаете, чисто стратегически, понимаете, вот соглашение, решение конфликта и, скажем, превращение Южного Кавказа в полноценный регион сделает этот регион, ну, куда более привлекательным. То есть, страна, где вот не будет такой животочащей раны, как этот конфликт. То есть, понимаете, для Грузии, для всего региона, и в том числе, для Грузии, откроются многие перспективы. К этим уже существующим транспортным коридорам добавятся и другие. То есть, вот это, это вот стратегический дивиденд решения конфликта для региона, он, скажем, он просто вот зашкаливающий, космический. То есть, регион станет в центре Евразии, станет, так сказать, главным несущим звеном. А тем более, рядом с Евросоюзом, я очень надеюсь, после, скажем, победы Украины, скажем, это такой уже вот зона Европы, можно сказать, расширится на Южный Кавказ после Украины. То есть, шансы превращения региона вот в мирный, развивающийся, демократизирующий регион, они намного возрастут. И Россия уже не будет вставлять палки в колеса. То есть, это же главный рычаг России для того, чтобы этим конфликтом поддерживать влияние и мешать и Армению, и Азербайджану, и по вот, в принципе, Грузии, так как она рядом, мешать этим всем трем странам полноценно развиваться. Все, вот это вот рычага у России не будет. Понимаете, это будет хорошо и для, так как уже зона Европы будет в Южном Кавказе, это и будет легче решить иранскую проблему. Потому что, так сказать, это уже будет гранить, поэтому больше будет, скажем, уже интересов со стороны Запада, скажем, как-то уже нормально, дипломатически решить и эту проблему. И, в общем, я думаю, что столько всего станет на свои места, что, прежде всего, Грузия, ну и, в принципе, весь Черноморско-Каспийский, центральный евразийский регион выиграет от этого очень. Да, я думаю, я, в принципе, думаю, что это обязательно будет, но это будет благодаря и благодаря героизму украинского солдата, который сейчас, в общем-то, противостоит страшной силе, в общем, страшной силе, страшной темной силе, поэтому... Ну да, практически вот символ мирового зла сегодня вот эта Российская Федерация, вот этот вот мордор политический, ну и понятно, что... Это ж надо, до чего они дошли. Ну это ж другое. Отдельная тема, как это случится. Обязательно как-нибудь тоже об этом поговорим, а так как очень многое зависит именно от хода войны в Украине. Надо же только сказать, что верим в ЗСУ и славу Украине. Героям слава! Большое спасибо, Георгий, за очень интересную беседу. Спасибо за приглашение. Большое спасибо, дорогие друзья. Мы еще увидимся, я так думаю. Большое спасибо, дорогие друзья, что были сегодня с нами. Всего доброго. До новых встреч.